Свои чувства по отношению вот к этой яблоне, вот к этому дереву. Я только недавно поняла, что это моё дерево. Я за ним поухаживала. Вот смотрите, я его обкопала. Вы знаете, всё время сидишь за компьютером, и вот только вот недавно я его обкопала. Оно посажено моим отцом. И вот оно росло, было маленькое такое деревце. Привезли его, и вот оно росло, наверное, лет 5 или 7, я точно не помню. И оно долго не цвело. Вот первый раз, потом оно заболело, знаете, как ребёнок. Я всё время думала, как же вот, что ж такое делать, почему оно не цветёт. Я немножко его обрезала. И потом решила всё-таки обкопать его. И вы знаете, оно как будто бы подарило мне такую вот отдачу. И оно зацвело. Оно так великолепно пахнет. И вы знаете, я подумала, что оно мне даёт такую радость, как будто бы новая машина. И знаете, вот была машина, и вот радость есть какая-то. Вот когда мы купили, когда нам купили машину, есть какая-то радость. Но вот она потом со временем как-то как обыденность становится. А вот эта яблонька, она вот светёт. И знаете, кажется, что, наверное, меня миллион бы долларов так бы не порадовал, как вот эта вот яблонька. Она родная. Она выросла, как ребёночек. И она сейчас так радует. Я всё время смотрю в окно, вот там моё окно. Я всё время любуюсь. Мы её ничем не прыскали, не брызгали, не опрыскивали. Возможно, она празднует. Может быть, и надо было бы когда-то её там опрыскать. Но в этот раз она вот так вот зацвела. Да, здесь вот есть и пчёлки, и, может быть, и шмели. Что-то жужжит вокруг неё. В общем, я хочу передать вам свою радость вот этим вот сотворением Божьим, вот этим чудом, вот этим вот нерукотворным чудом, которое радует более, чем рукотворное. Да, я её люблю. И, наверное, она нас любит. Я ей так благодарна за этот запах, за эти цветы. Я так благодарна Богу за этот подарок, который есть у нас. И это вот чувствую, что это моё. И оно меня лучше и больше радует, чем миллион долларов. Хотите вот? Радость больше, чем за миллион долларов. Вот она. Берите, садите, радуйтесь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова